МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, насколько учителя и школы оказались готовы к этому переходу на онлайн-обучение? Сказать, что оказались готовы, это будет неправдой, но в кратчайшие сроки учителя максимально поднатужились, и сейчас работа уже идет. Только что делилась с вашими коллегами о том, насколько сейчас мы сплоченно и дружно работаем. Если раньше мы в основном общались с 8 до 3 в активном режиме, сейчас общение в активном режиме нас где-то приблизительно с 8 утра до 8 вечера. То есть с 8 утра выучите детей, а после этого обсуждаете, каким образом можно улучшить процесс обучения? Ну, скажем так, мы сразу не ставили обязательно начинать учебу ребятам в 8 утра, потому что мы прекрасно понимали, что ЕКОЛЬ может не подтянуть эту нагрузку. Обсуждали, в каком формате грузить документы, чтобы они были более легкими, и понимали, что в 8 утра все пойдут в ЕКОЛЬ. Поэтому мы изначально с утра в понедельник держали связь с родителями, классные руководители, на вопрос, что делать, говорили ничего, спокойно, завтракаем, занимаемся физическими нагрузками, убираем свою комнату, а к 10 часам, если ЕКОЛЬ не восстановится, будем рассылать задания по гмейлам, будем выставлять задания через вайбер-группы, но где-то уже к 11 ЕКОЛЬ, в принципе, давал возможность заходить, подвисала система вот этих бесед, сообщений, задания в ЕКОЛЬ можно было ставить, и, ну, уже со вчерашнего дня, даже, наверное, с понедельника, договор с учителями такой, что задания не ставят с вечера, чтобы, когда заходят ребята, задание там уже было, и как только у него ЕКОЛЬ проснулся, задание там уже стояло, ему не надо ждать, когда учитель поставить. И как на данный момент выглядит расписание учебного дня? Расписание учебного дня выглядит, наверное, у каждого по-разному, потому что зависит от того, наверное, сколько компьютеров в семье и сколько детей в семье, плюс изначально сейчас, поскольку есть возможность выспаться, и надо эту возможность использовать, не надо вставать в 6.30, можно встать в 7.30, можно хорошо позавтракать, не на бегу, и в 8.00, в 9.00 начинать учебу. При этом у ребенка есть возможность, у ребенка, у ученика многим 17-18, есть возможность спланировать свой день таким образом, чтобы у него были и периоды обучения, и периоды отдыха. Есть определенные плановые встречи, которые учителя проводят онлайн как конференции. Это оказалось очень востребованным, потому что ребята скучают друг по другу. И буквально вчера обсуждали те конференции, которые прошли, как они были рады видеть друг друга, и как это было приятно видеть их в домашней обстановке с подушками. Кто-то посадил сестру-брата на коленки, чтобы он тоже послушал. То есть сейчас вот в таком режиме идет рабочий день. А вот действительно вы интересную деталь подметили. Если в семье несколько детей, а компьютер-то один, и на родителей, и на детей, но сейчас будем говорить только о детях, и скажем, и одному, и другому надо учиться. Как тогда организовать учебный процесс? Ну, мы получили информацию от Таллинского харидо-саммита, который предложил по возможности выдать детям на компьютеры, которые у нас есть в школе, лаптопы, на тот период, пока они будут находиться на дистантном обучении. Вот в пятницу желающих еще не было, но сейчас в процессе оказывается, что некоторые переоценили возможности планшетов. И вот, возможно, сегодня несколько родителей подъедут в школу и заберут лаптоп. Дети наверняка легко включились в эту систему. А как в это дело вошли, скажем так, пожилые учителя? Вы знаете, вошли все очень активно. И я бы не стала здесь делать разницу между молодыми и пожилыми. Потому что мы все уже, в общем-то, учителя школы не 20-летнего возраста. Нет проблем. Чувствуется, что те учителя, кто постарше и у кого больше проблем, с ними максимально на связи те, у кого больше опыта, больше навыков. И поэтому, в общем-то, работа двигается. И предварительно мы все-таки в пятницу успели тоже какие-то подробные варианты обсудить. Я вчера освоила запись с экрана, когда ты что-то делаешь, тут же записываешь голос. Так что сегодня поставлю это тоже видео в общий чат для учителей. Будем дальше развивать свои навыки. То есть учителям придется стать и видеоблогерами. Будут записывать видеоуроки, может быть, какие-то дополнительные объяснения. Ну, хочется уточнить такую вещь. Скажем, если речь идет о математике, о каких-то довольно сложных предметах, которые для гуманитариев, может быть, не сразу понятны. Нужно же объяснять ученику, ребенку, как это происходит. Ну вот для этой как раз цели вчера тоже проводились такие видеоконференции с группами учеников именно с математикой. На сегодня запланирован тоже. И вчера был 10-й, сегодня, насколько я помню, запланирован 11-12-й. Такие встречи для того, чтобы обсудить. Получается, как дополнительный урок, да? Консультация. Получается, да, как консультация. Материалы поставлены онлайн, объяснения есть. Но для того, чтобы задать вопросы учителю, это проходит в режиме такой видеоконференции. Причем та платформа, которую мы взяли, она дает возможность и записать эту видеоконференцию, что здорово, потому что потом ее можно выложить, и потом просмотреть. Если ты не успел сориентироваться, пока обсуждали, ты можешь просмотреть потом. То есть плюсов масса. А тут возникает вопрос, когда урок проходит в классе, да, видно, чем занимаются ученики, кто слушает, а кто отвлекается. А когда таким образом проходят уроки, как учитель понимает, что все занимаются, никто там не отвлекается на какие-то посторонние дела? Вы знаете, что интересно, когда дети сами регистрируются, сами выходят на связь, это говорит о том, что они сами хотят разобраться. Потому что кто-то, например, в какой-то момент сказал, что нет, я разобрался, мне не нужна эта видеоконференция. А есть такие дисциплины, как физкультура, труд, пение и музыка? Как это все проходит? Хоровое пение по скайпу? Ну, хорового пения, конечно, к сожалению, нет, хотя это здорово. По труду я тоже вчера переговаривала выставленное видео о том, например, как делать первую воздушную петлю, как вязать. То есть это некие мастер-классы, получается? Абсолютно. То есть сейчас идут мастер-классы. И по физкультуре, вот сегодня будем еще тоже обсуждать, конечно, желательно, чтобы у ребят было максимальное количество каких-то тех же видеоуроков, как можно делать какие-то упражнения, какие можно возможности использовать дома, как сделать так, чтобы это действительно был не реферат. Вот я прочитала тоже, не реферат по физкультуре. Были рефераты по физкультуре. Опять, если нету никаких признаков заболевания, если ты живешь рядом с парком, но выйти и пройти километр, там, 500 метров, ну, кто сколько может, тоже разумно, потому что сидеть в четырех стенах и не знать, что делать, это тоже нехорошо. И в любом случае не должно быть только сидеть, смотреть в компьютер или только учиться. Это неправильно. А как вопрос с посещаемостью решается? То есть, когда в школу приходит ученик, отмечает учитель, что вот этот, этот, этот был на уроке. Когда онлайн-обучение, есть ли какое-то что-то? Иванов зашел в ЕКОЛЬ, молодец, или там Сидоров не зашел, пропуск? Ну, в данном случае мы сейчас смотрим по тому, как ребята справляются с заданиями. Мы решили не отмечать сейчас отсутствующих, потому что, ну, это неразумно. С другой стороны, если ребенок даже приболел и не может какое-то время, у него сейчас более гибкий график. Он сегодня себя чувствует плохо, у него болит голова, но он может поправиться через пару часов и подключиться к работе позже. А задания стоят, задания стоят в онлайн. Классный руководитель на связи с родителями, с детьми. Через него предметники получают тоже информацию. Я стараюсь общаться со всеми столько, сколько могу. Ну что ж, мы желаем успеха вашим ученикам, да и всем ученикам. Мы желаем успешного обучения онлайна. Спасибо огромное. У нас в студии была директор частной гимназии Сакова Екатерина Гринева. Ну, а сейчас...